Бог хочет, чтобы вы царствовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и Он делает из грешника праведника. В сегодняшней программе. Наш Господь Иисус Христос пришел в ее подобии. Он не пришел в плоти греховной. В Его плоти греха не было. Он пришел в ее подобии. Это так выглядит. Но плоть Его греховной не была. Когда вы ходите в благодати, бам, вы исполняете закон, даже не осознавая этого. Он исполняется в вас, а не в вами. Кто это делает? Кто исполняет оправдание закона в вас? Дух Святой. Когда вы ходите по духу, а по духу значит в благодати. Вам понятно? Но когда вы под благодатью, и у вас есть ощущение любви Господа... О, я бы хотел, чтобы вы это где-то записали. Вы живете с ощущением Его благодати. Вы живете каждый день, имея ощущение Его любви и благодати. Когда вы живете с ощущением любви и благоволения Господа к вам, вы под благодатью. А это и есть хождение по духу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Я начал проповедовать об опасностях думы так, что нам нужны и закон, и благодать. Мы стали читать седьмую главу послания к римлянам, и там говорится о двух мужьях. Седьмая глава послания к римлянам начинается с разговора о двух мужьях, и говорит нам, что все мы, в первую очередь евреи, в браке с господином законом, с первым мужем. Но господин закон не может произвести детей. Почему? Не потому, что он не способен, но потому, что он совершенен, а мы бесплодны. Таким образом, этот союз не приносит никакого плода. Я процитирую из седьмой главы послания к римлянам. «Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом». Обратите внимание, по плоти и под законом — это синонимы. В этой главе говорится, что быть под законом — значит жить по плоти. Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод, производить детей смерти. Результат союза между грешным человеком и законом — смерть. Дальше апостол говорит, «Так и вы, братья мои, умерли для своего первого мужа». «Умерли для закона». «Умерли для первого мужа, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых». Итак, вы умерли для господина закона. Вы больше не под законом. Вы освободились от закона. Все термины, которые я использую из Писания, чтобы вступить в брак с Иисусом Христом, воскресшим из мертвых, с воскресшим Христом, да приносим плод Богу. Удивительно то, что когда верующие не под законом, они приносят плод. Итак, пойдем дальше. Восьмая глава послания к римлянам. Вы со мной? Следовательно, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Я использую новую американскую стандартную Библию. Писание говорит, что поскольку вы во Христе, Бог больше не может вас осуждать, поскольку не может осуждать Своего Сына. Он уже осудил Своего Сына на кресте. С этим уже закончено. И Бог осудил Своего Сына не за Его грехи. Никаких грехов у Него не было. Бог осудил Своего Сына за грехи, которые Он понес. А это наши с вами грехи. После того, как Сус совершился, Иисус воскрес без наших грехов, без осуждения Бога. И теперь Христос всегда в благоволении Бога. А где сейчас мы, верующие? Мы во Христе, а значит, в благоволении Бога навсегда. Аминь. Итак, мы умерли для закона, чтобы быть в браке с нашим Господом Иисусом, который воскрес из мертвых. Разве может такой союз произвести распутство? Не может. Некоторые люди, соблюдающие закон, впав при любодеянии, бегут за очищением Господу Иисусу. Затем, почувствовав себя сильными, снова бегут к Господину Закону, чтобы исполнять его. Но выясняется, что единственное предназначение закона — выявить ваш грех. Так как же одержать победу над своими грехами? Как одержать победу над своими нечистыми привычками? Как одержать победу над зависимостями? Вы помните, как к Иисусу привели женщину, взятую в при любодеянии? Ее бросили перед Господом. В это время Иисус учил в преддверии храма, и Ему сказали, «Ты знаешь, что это за история? Так что, нам побить ее камнями?» Моисей сказал, «Таких побивать камнями». Ты что скажешь? Если бы они хотели побить ее камнями, то сделали бы это раньше. Их не интересовала женщина. Их не интересовали Божьи требования к нравственности. Им хотелось подловить Иисуса. Они искушали Его, думая, что если Он скажет, «Не побивайте ее», тогда они обвинят Его в нарушении закона Моисея. Если же скажет, «Побейте», тогда ученики Его и все следовавшее за Ним множество народа, все они будут в замешательстве и смущении. Они подумали, что им удалось подловить Иисуса. Вы знаете эту историю? Господь, склонившись, писал на земле, потом, подняв глаза, Он сказал, «Раз вы такие ревнители закона, вот закон. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Итак, Иисус не сказал не побивать ее. Нельзя сказать, что Он не исполнил Моисеев закон. Он исполнил. Потому что только тот, кто без греха, мог первым бросить в нее камень. И был там тот, кто без греха, Иисус. Но Он не бросил в нее камень. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Когда никого не осталось, Иисус поднял женщину и сказал ей, «И Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Многие люди разделяют эту фразу и берут из нее только «иди и впредь не греши». Но у нее не было бы силы не грешить, если бы Иисус не сказал, «И Я не осуждаю тебя». Господь не осудил ее, потому что Он будет осужден вместо нее. Это цена, которую Он заплатит. Поскольку Иисус был осужден вместо нас, мы сегодня не будем осуждены. Когда Иисус дал женщине дар неосуждения, тем самым Он дал ей силу идти и больше не грешить. Есть те, кто учат, что благодать — это наделение силой. Но наделение этой силы происходит только после неосуждения. Зная это, дьявол как раз и атакует неосуждение. Много лет назад Господь проговорил мне слово. Он сказал, «Сын». Было это много лет назад, в 90-х годах. Господь сказал мне, «Осуждение убивает». Строго придерживаясь Его слова, я сказал Богу, «Боже, покажи мне это в Библии. Покажи мне место Писания, чтобы я понял». Господь показал мне место из книги «Бытие». Но сначала закончим с первым стихом восьмой главы послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем. Раз ныне, то какое это время? Какое время? Настоящее. Правильно. Любимое слово моего сына. Правильно. Продолжим. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. Прошедшее время. От закона греха и смерти. Итак, освободившись от закона, вы вступили в брак с Господом Иисусом Христом. Писание не говорит «попытались вступить в брак». Оно говорит «вступили в брак». Если вы в браке, вы в браке. Иногда, проснувшись, вы не чувствуете, что вы в браке. Но поверьте мне, вы в браке. Аминь. Иногда бывает ощущение, что вы не в браке. Но вы в браке. Поэтому не сосредотачивайтесь на чувствах. Мы живем не чувствами, а верой. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Всегда помните, наш Господь Иисус Христос пришел в ее подобии. Он не пришел в плоти греховной. В Его плоти греха не было. Он пришел в ее подобии. Это так выглядит. Но плоть Его греховной не была. Единственное число. Грех во плоти производит грехи. Итак, грехи, действия прощены. Но грех не прощен. Он осужден на кресте. Итак, Бог осудил грех во плоти. Вы должны знать, что то, что Бог осудил, в Его глазах перестает существовать. Это не значит, что мы перестаем переживать грех. Но вы должны знать, что того, что Бог осудил, больше уже нет на Его радаре. Разве вы не рады? Когда вы видите проявление греха, разве вы не рады, что на Божьем радаре он не существует? Дальше. Чтобы оправдание, требование закона, исполнилось в нас, в живущих не по плоти, но по духу. Так оно и есть, верно? Наше неосуждение зависит не от нашей жизни, а от того, что мы во Христе. Но исполнение закона в нас зависит от нашего хождения в благодати. Жить по плоти – значит жить под законом. Когда вы чувствуете себя осужденным, когда вы чувствуете осуждение, хочу объявить вам, в этом случае вы ходите по плоти. Но когда вы под благодатью, и у вас есть ощущение любви Господа, «О, я бы хотел, чтобы вы это где-то записали», вы живете с ощущением Его благодати. Вы живете каждый день, имея ощущение Его любви и благодати. Когда вы живете с ощущением любви и благоволения Господа к вам, вы под благодатью. А это и есть хождение по духу. Вы слушаете, друзья? Когда происходит это, когда вы ходите в благодати, что тогда? Оправдание, требование закона исполняется в нас. Давайте я покажу вам ошибку, которую допускают многие люди, приводя это местописание. Они говорят, «Видите, мы по-прежнему должны исполнять требования закона». В переводе короля Иакова «Оправдание закона». Держитесь такого правила. Читайте Писание медленно и внимательно. Здесь написано, «Чтобы оправдание требования закона исполнилось в нас, в нас, а не нами». Когда вы ходите в благодати, бам, вы исполняете закон, даже не осознавая этого. Он исполняется в вас, а не вами. В вас. Поскольку оригинал текста на гречском, приведем эти слова по-гречески, «исполнилось в нас». В греческом языке существует категория залога, и залог может быть активным или пассивным. И что вы думаете? В греческом тексте эти слова в пассивном залоге. Что такое активный залог? Мальчик ударил по мячу. Активный залог — активное действие. Мальчик ударил по мячу. Это активный залог. Пассивный. Мяч был ударен мальчиком. Пассивный залог. Так и в этом тексте. «Оправдание закона исполнилось в нас, а не нами». Кто это делает? Кто исполняет оправдание закона в нас? Дух Святой. Когда мы ходим по духу, а по духу — значит в благодати. Вам понятно? Итак, я попросил Господа, «Дай мне местописание, где говорится, что осуждение убивает». Он сказал, «Хорошо, сын». Я почувствовал, что он доволен тем, что я сказал, «Приведи мне место из Библии». Кто из вас знает, что Богу угодно, когда вы просите показать стихи из Библии? Аминь? Господь сказал, «Как пришли болезни? Как пришла старость? Как пришла смерть? Как пришла бедность? Как все это пришло в мир? Разве Бог, поместив в раю Адама и Еву, запланировал для них что-то плохое? Нет. Поместив их в рай, Бог сделал его совершенным, прекрасным. Это было красивое место. У Адама и Евы было все, что они хотели. Как же пришла бедность? Как пришли болезни? Спросил меня Бог. Я сказал, «Человек согрешил». Человек согрешил поэтому. Бог сказал, «Да». Но как человек согрешил? Я сказал, «Он вкусил от древа познания добра и зла». Бог сказал, «Как называется древо? Древо познания добра и зла». Какое древо? Познания добра и зла. Бог сказал, «Это закон». У человека был выбор, древо жизни или древо познания добра и зла. И он выбрал закон. Еще до того, как пришли болезни, еще до того, как Адам заболел, до того, как он умер, между прочим, он умер в возрасте за 90 лет, задолго до того, как он умер физически, задолго до того, как он постарел, после того, как он согрешил. А грех состоял в попытке исполнить закон. А Бог хочет, чтобы вы жили от древа жизни, то есть по духу. Древо жизни — это Сам Христос. Задолго до того, как это произошло, задолго до смерти Адама, Бог произнес проклятие. «Терния и волчцы произрастит она тебе». Поэтому ради нас Христос понес терновый венец. Он сказал Адаму, «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Иначе говоря, вместо того, чтобы просто срывать плоды, вместо того, чтобы, когда ты сеешь семя, оно немедленно вырастает, вместо полного обеспечения в раю. Теперь Адаму пришлось возделывать землю, потому что она была проклята. Раньше только посеял семя, и оно взошло. Но теперь земля проклята. Так сказал Бог, «С печалью и большим трудом будешь возделывать землю и есть хлеб свой». Бог не сказал Адаму, «Этим я проклинаю тебя». Нет, Бог сказал, «Это результат того, что ты сделал». Это подобно тому, когда вы говорите своему сыну, «Ты обжег себе пальчик». «Это ты мне обжег». «Нет, не я. Это ты. Нет». Папа говорил тебе не совать пальчик в огонь, потому что огонь обжигает. Вот так и Бог говорит. «Это результат сделанного тобой». Женщине, Он сказал, «В болезни будешь рождать детей». Между прочим, Христос искупил нас от этого. Бог произнес все эти проклятия в результате греха Адама. «В поте лица твоего» — это стресс. Я сказал, «Я нашел причину, и причина — это стресс». Бог сказал, «Нет». Так говорят в мире. Но корень глубже, чем стресс. Все это произошло как результат стресса. Но затем Бог мне сказал, что до того, как пришел стресс, в поте лица твоего, что Адам сказал Богу? Адам сказал, «Голос твой я услышал». И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Бог знал, где он, но хотел, чтобы Адам сам сказал, где он был. Первый вопрос Бога к человеку после случившегося был, «Где ты?» Ответ пришел в Новом Завете. «Где он, родившийся царь иудейский?» Ответ Богу всегда не во мне, а в нем. Мне необходимо найти его, а он рядом. А что ответил Адам? «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Пришел страх. И это первое упоминание страха в Библии. Книга Бытие 3.10. «Голос твой я услышал в раю и убоялся». «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Прочтем из книги Бытие. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Видите? Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Разве не интересно, что вы вкусили от древа, и это значит, что кто-то сказал вам, что вы наги? Кто сказал? Означая слова, не так ли? Бог спросил, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева? Иначе говоря, когда вы сосредотачиваетесь на законе, к вам приходит голос, ты наг. Ты обнаружен. Бог сразу же узнал. Кто сказал тебе? На самом деле человек не был нагим. Если вы внимательно читали Писание, то поняли, что человек был покрыт славой Божьей, и это лучшая одежда, чем ваша нынешняя. Находясь по эту сторону небес, я могу вам сказать, что Бог имел в виду свою славу. Согрешив, человек лишился Божьей славы, и нагота его стала видна. Итак, пришел страх. Таким образом, страх производит стресс. А стресс производит болезни и все прочие проблемы. Господь сказал мне, что есть корень более глубокий. Более глубокий корень. Что это за корень? Осуждение. Бог сказал мне, что до появления страха, человек прятался от Бога из-за осуждения. И так, сделал ли Адам нечто плохое? Да. Он убоялся. Но почему он прятался? Из-за осуждения. Он сшил себе одеяния из смоковных листьев. Вот что сделает с вами осуждение. Бог дал мне эту картину, которую мы показывали вам много лет назад. Это росток смоковницы. Вы видите листья и все прочее. Это видит мир. Видят ваши друзья и коллеги. Ваши друзья видят это. Но мир судит вас по вашим плодам. Или по их отсутствию. Но Бог видит корень. Вы видите, это больное растение. Может быть, это пагубные привычки или болезни. Или финансовая нехватка. Распад брака. Все это пагубные привычки. Финансовая нехватка. Болезни. Если обратиться к истокам этого в Эдемском саду, то мы увидим, что причина — стресс. Стресс и страх. Иначе говоря, обращаясь к истокам, что производят все эти плохие результаты в нашей жизни? Стресс. А что производит стресс? Страх. А самый глубокий корень, как сказал Бог, — это осуждение. Вот что я вам скажу. Дьявол не глупый. Он знает, чтобы произвести в вашей жизни стресс, ему надо принести вам осуждение. А чтобы принести осуждение, Он будет нести вам послания, говорящие «исполняй закон». Изо всех сил старайся исполнять закон. Он очень хорошо знает. Исполнить закон никто не может. Вы не можете сказать, «Я буду всеми силами стараться исполнять закон». А если не удастся, Бог поймет. Нет-нет. Закон ничего не поймет. Если вы под законом, то в момент, когда вы нарушите его, Он вас проклянет. Он осудит вас. Всегда помните это. Ха-сатан. Это имя сатаны по-еврейски. Буквально означает «обвинитель в суде». Что он делает? Он никогда не указывает на ваши хорошие поступки, но всегда на плохие. В суде обвинитель всегда указывает на все, что против вас. Зачем? Чтобы обвинить и осудить вас. Он стремится к тому, чтобы вас осудили. Вы слушаете? А ваш адвокат будет приводить доводы в вашу защиту. Суть вот в чем, друзья. Осуждение — это наиболее глубокий корень. Дьявол использует его, чтобы произвести стресс. А дальше все эти плохие результаты, плохие плоды вашей жизни, чтобы люди, глядя на вас, говорили, «И вот это вот христианство» на самом деле, к несчастью, люди смотрят на христианство, как на религию и осуждение. Дьявол пытается представить христианство таким, но оно не такое. Христианство — это величайшая свобода из всех. Это свобода от религии. Однако христианство — это не свобода делать все, что вам вздумается. Если вы делаете все, что вам вздумается, как говорят, в свое удовольствие, то это тоже рабство. Вы находитесь в рабстве себе, а Бог не хочет для вас никакого рабства. Он хочет, чтобы вы были свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Представьте, что электропоезд может говорить, «И вот он сказал, «Я хочу ехать туда, куда мне вздумается». Разве это свобода? Нет. В конечном итоге произойдет крушение. Истинная свобода, когда этот поезд расходует энергию, находясь на рельсах. Однако рельсы, друг мой, это не десять заповедей. Рельсы — это благодать. Рельсы — это сам Христос и водительство Духа Святого. Вот это рельсы. Мы не учим тому, что теперь можно делать все, что вздумается, потому что вы избавились от рабства не для того, чтобы подвергаться иному рабству. Рабству самому себе. Церковь, подходя к завершению проповеди, я понял, что это только ее вводная часть. Продолжайте приходить. Мы продолжим этот цикл проповедей, и в предстоящей неделе я покажу вам, как благодаря свободе от осуждения ваше тело начнет свести здоровьем, жизнью и целостностью. Прослушав этот цикл, многие из вас освободятся от зависимости без усилий. Многие из вас в ходе проповеди почувствуют, что тело становится здоровее. Врачи скажут, что с вами произошло? У вас нормальное артериальное давление. Люди будут приходить к вам и говорить, что это вы сделали со своим лицом? Оно сияет. Вы будете выглядеть моложе, чем раньше, потому что стресс уйдет, страх уйдет, и это не будет так. Я должен прекратить бояться. Нет, нет. Это будет происходить без усилий. Из славы в славу. Вы будете преображаться, созерцая Господа. Христос, Святой Божий, стал приношением за грех ради нас. То есть, Он вместо нас заплатил за все наши грехи, за все наши проступки. Все это Он понес на себе. Он понес ответственность. Он сказал, «Вмени это Мне» и заплатил за все это на кресте. И теперь, когда за все заплачено, мы больше уже не под осуждением. Глядя на нас, Бог всегда улыбается. Там, где Христос, там и мы в Божьей оценке, в Божьих мыслях. Мы навсегда в Божьем благоволении. Больше никогда не подвергнемся Божьему суду. И даже если мы ошибемся, мы еще не совершенны в нашем поведении и поступках в этой жизни. Однако мы во Христе, и даже если ошибемся, согрешим. Для нас нет никакого осуждения для тех, кто во Христе. Аминь. Истинный верующий не станет практиковать грех. Чем больше вы верите в истину, правильная вера всегда производит правильную жизнь. Поэтому, друг мой, если вы сегодня здесь и никогда не исповедовали Христа своим Спасителем, то поймите, это самое важное решение. Через сто лет ни одного из сидящих здесь сегодня не будет в живых. Если Господь замедлит, то через сто лет все мы будем на небесах. Возможно, некоторых из вас там не будет. Все зависит от этого наиважнейшего решения. Будут вечные последствия, если вы откликнетесь на любовь Бога. Если вы откликнетесь на Его принятие, если вы откликнетесь на Его благодать и прощение, это так важно для вашей вечной судьбы. Аминь. Бог не будет насильно тащить вас на небеса и не будет навязывать вам прощения грехов. Вы должны уверовать в Христа и попросить. Вы готовы? Скажите эти слова от всего сердца. Скажите. Отец Небесный, как чудесно быть любимым тобой. Хотя я и согрешил. Хотя я грешник. Христос умер за грешников. Поэтому я подхожу к этой категории. Христос умер за мои грехи. Он заплатил за них. Возвеличил закон. Удовлетворил всем требованиям твоего правосудия и воскликнул. Совершилось. Все сделано. Поэтому ныне нет никакого осуждения. Никакого суда для меня. Я благословен. Любим и принят. Ты воскресил Христа из мертвых. Чтобы Христос стал моей идентичностью по правую руку от тебя. С этого времени, когда я буду думать о Христе, по правую руку от тебя, я буду говорить, «Это я, благословенный, оправданный, пребывающий в благоволении, любимый и такой близкий к своему отцу во имя Господа Иисуса». Аминь. 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 Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принцем в Церкви Новое Творение. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Церкви Новое Творение, зайдите на наш сайт, адрес которого видите на экране. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принца. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова